Все нерегко и как-то рвано, меня излечит собственные раны. Мы отправляемся вот в эту часть, в принципе, вот сюда. Я так понимаю, мы нас тут должен быть здесь. Единственное, я так понял, что если гулять по кругу, мы все время будем агрить волков, а этого делать не хочется, потому что волки, дети собаки, они реально натягивают, они кушают, и кушают очень больно, и неаккуратно. И пытайся, не пытайся их отговорить, не трогать тебя. Они все равно это делают, они тебя кушают, потому что они мрази. Мразоты. А мразот мы что? Правильно, не любим. Поэтому продолжаем. Я, как мне помнится, не должен попадаться на глаза тем ребятам из Ордена. Поэтому мы сейчас как-нибудь аккуратненько все обойтись. Попробуем аккуратненько все обойти. Так, автосохранение. Так, крыса. Дети Микки Мауса. Только дикообразное. Ну все, вроде ни на кого не напоролись. Кроме опять волки. Ну, боже мой, ну почему? Почему всегда волки? Я беру свои слова обратно. Вы не дети собаки, вы просто собаки. Псины, блохастые, долбаные псины. Хватит. Хватит, пожалуйста. Дайте мне спокойно добежать. Я не хочу умирать. Нет. Еще и маленькие крысы. Да чтоб тебя. Да все. Все. Нет, 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 нет. Реально, осторожно. Я никому не... Сантьяго, поговори со мной. Да ладно, я сам тогда пройду, успокойся. Да еще и жалющие крысы меня бьют. Пипец. Чтоб тебя. Меня начинают потихоньку бомбить. Ладно, загрузить. Тут рядышком. Да. Блин, еще эта игрушка очень долго грузится. Прям бесит. Во, все. Так, очень аккуратно. Или знаете что? Да пускай они меня поймают. Да. Ладно, понял, принял. Уловил. Нет у тебя времени. Я думал, ты адекватный парень. У тебя можно взять с квастоты. Не парень. Ты просто Сантьяго. Так, ладно. Давайте сами дойдем до монастыря. По чесноку. Сделаем это. И вот сейчас ни одного волка. Серьезно? Вот реально, серьезно. Мне пришлось загружать игру. Для каких целей? Чтобы узнать, чтобы не будет ни одного волка? А это тебе мстя. За то, что я в прошлый раз умер. И тебе. Серьезно? Я даже... Я обычного грифона не могу запинать? Что это такое? Да нет. А можно эту птичку скинуть, интересно? Грифон. Упади, пожалуйста. То есть нельзя, да? Она не упадет. Не проработана. Ежик. Ладно, сейчас все будет. Я просто скипну этих ребят. Я этот отрывок, может быть, даже порежу, если надо будет. Поэтому не вырубайте, все будет ок. То есть для меня пройдет минут сорок, а для вас всего пару секунд. Удивайтесь. Да нет. Что тебе? Понял. Удивайтесь. 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 Продолжение следует... Все, получилось, мы добрались. Всем мужчинам и женщинам велено собраться в городе и оставаться там. Каждый, кто будет пойман за городскими стенами, немедленно отправляется за решетку. А всех заключенных обучают для службы во имя инквизиции. А ничего, что я пришел сам? Так. Золотец. Ну хорошо, отведи меня к главному. Да давай, я доброволец, я уже в монастыре. Я доброволец? Я уже в монастыре? Да? Ну тогда мы узнаем это у мастера Палласа. Пойдем прямо к нему. Пошли. Хе, лол. А тот меня даже в лицо никогда не видел. Шикардос. Ну? Еще один рекрут. Я правильно понимаю, что стражники привели тебя сюда, поскольку ты нарушил закон. Ну вообще, я тут добровольно? Нет, я тут добровольно. Понятно. Тогда у тебя наверняка есть что-то для меня. Я... Я его потерял, похоже. В таком случае, это не имеет значения. Ладно, я преступник. Что дальше? Согласно приказу инквизитора, Всех преступников следует записывать в Орден, как воинов. Ты пройдешь начальное обучение бою с посохом. Затем тебя обучат боевой магии. Если ты проявишь способности к магии, мы научим тебя мощным боевым заклинаниям. Так ты сможешь оставить свою преступную жизнь позади. Старания и усердный труд будут вознаграждены. А теперь ступай. Калибр выдаст тебе одежду, и объяснит, что будет дальше. Каково это, быть воином Ордена? Сначала ты станешь одним из многочисленных рекрутов. Мало у кого хватает способностей стать полноценным воином, но и от рекрутов есть польза. Чем занимаются воины Ордена? Воины защищают священный огонь. Они рука, что несет слово, и сражается во имя человечества. Их навыки боя с посохом и боевая магия представляют собой смертоносное сочетание. Но мало кто так далеко заходит. Сперва следует сосредоточиться на начальном обучении. И чего мне ждать от начального обучения? Вполне логично, что сначала ты изучишь способы нападения и защиты с посохом. Затем твоим обучением займутся мастера. А твоя роль в этом всем какая? Ты так и не сказал. Если не считать того, что я отвечаю на вопросы подобных тебе, я администратор монастыря. Местных хлопот мне хватает с головой. Тебе нужна помощь? Нет. Сосредоточься на обучении и будущих испытаниях. Каких это испытаниях? Каждый мастер испытает твои способности. Так здесь растешь в статусе. Тебе следует внимательно слушать и усердно учиться. Мы ожидаем от тебя именно этого. А у тебя уже есть для меня испытания? Будет. У нас у всех есть испытания для учащихся. Отлично. Теперь мы в монастыре. Надо взять шмот. Рекрут, верно? Не смотри на меня. Я за тебя не отвечаю. Иди поищи Калиба. Хорошо. Идем поищем Калиба. Во. Эй. Тебе что-нибудь нужно? Шмот. Мастер Палас сказал, что у тебя есть для меня мантия. Да ну. Неужели? Ну что ж, ты получишь свою мантию, когда заслужишь ее. Подмети полы в вестибюле. Во всем вестибюле. Ладно. У тебя есть метла? Мы будем праведниками. Да, я пошутил. А ты ведь всерьез собрался, верно? Вот. Бери свою мантию. Надень ее скорее, пока кто-нибудь не столь честный, как я, не поймает тебя на крючок. Ну? Вот. Мантии идут всем. У всех становится одинаково полоумный вид. Шутка. Да, вот план монастыря. Не потеряй его. Тебе же не хочется заблудиться и выглядеть дураком. Ты выглядишь очень расслабленно. Ты ведь не по своей воле сюда пришел, верно? Ну вообще я сюда пришел добровольно. Да. Я пришел добровольно. Тебе что, жить надоело? Разве ты не знаешь, чем мы все тут кончаем? Ну вообще кончаем мы все одним и тем же местом, но это ладно. Большинство рекрутов-новичков долго не живут. Мы всего лишь пушечное мясо. И нас посылают туда, куда прикажет адквизитор. Как он захочет, так и будет. Нас тренируют недолго, а потом большинство посылают в руины. И немногие возвращаются оттуда. Так что оставь это свое добровольно при себе. Многим людям просто не дали выбора. Тебя назовут сумасшедшим. Где тут можно поспать? Где тут можно поспать? Я лучше покажу тебе. Как выбраться отсюда? Ха! Именно это я и спросил, когда меня притащили сюда. Но не беспокойся. Когда-нибудь они откроют ворота. Когда-нибудь? Мастер Игнатий говорит Палосу, кто может проходить через ворота. Но он такой же заложник инквизиции, как и все мы здесь. Так что устраивайся поудобнее. Посмотрись вокруг, найди себе дело, пока тебя не отправили к руинам. Кто такой, мастер Игнатий? Ой, много диалогов. Это хороший вопрос. Сейчас тебе достаточно знать, что если мастер Игнатий приказывает открыть ворота, их открывают. Если приказывает закрыть, закрывают. Значит, он тот главный? Угадал. Ну, он был главным, пока не появился инквизитор. И поверь мне, инквизитору наплевать на нас, рекрутер. Так, ну давай, покажи мне, где можно поспать. Ладно. Так, где мне можно поспать? Я покажу тебе. Ну, можно как-то... О! Кстати, яблоко. Мы заберем. И пюпитер. Тут явно замешана магия. Идем. Ну, пошли. А, я вижу, среди нас есть новый преступник. Да не преступник я. Преступник? Видишь ли, неважно, что ты натворил в прошлом. Здесь ты начинаешь с чистого листа. По крайней мере, сейчас. Хватай посох и быстренько возвращайся сюда. Скоро ты у нас будешь весь в синяках, как и остальные. Кто ты? Я мастер Арик. Я знаю, о чем ты думаешь. Вот думаешь, ты приятный человек. Ну, вообще, я думаю о твоей прическе, и она очень ужасная. Или ослушаться меня. Подумай, насколько тебе дорога твоя печень. Реально, вот с такой прической мужик похож на лупазу. Я надеюсь, вы поняли, о чем я, потому что я очень не хочу материться. Но слово начинается на букву З. и заканчивается на А. Но это лупа и за. В общем-то, вот как-то так. Я скоро вернусь, мастер Арик. Я скоро вернусь, мастер Арик. Это другое дело. Арик. Лошарик. Здесь мы тренируемся. Таких мест тут полно. Здесь ты будешь получать базовые боевые навыки. Сколько времени это занимает? Пока мастер Арик не скажет, что ты готов. После этого твое обучение продолжит мастер Витус. Пойдем, я покажу тебе еще кое-что. Ты будешь жить в одной комнате с Хеммлером. Пойдем, я покажу тебе, где это. Я не знаю, что меня смущает. То, что он мне хочет что-то это показать или то, что я буду спать с каким-то мужиком в одной комнате. Звучит очень немотивирующе. Ну ладно. Так, Калеб, Калеб. Ну почему он идет, как вот, я не знаю. Могли ускорить данный процесс ей боку. О! Ты ты тут недавно, совсем недавно этого рекрута убили. Что ты об этом знаешь? Ничего, меня отправили в эту комнату. Ничего. Я только прибыл. Говорят, вам не хватает рекрутов. Если вы так их встречаете, я не удивлен, что дела обстоят таким образом. Я не обвиняю тебя. Благодаря тому, что ты только что прибыл, у тебя есть два нужных мне качества. Ты не мог совершить это преступление. это раз. Тебе нужно проявить себя. Это два. Можешь для начала выяснить, кто это сделал. я не знаю, что здесь произошло. Я даже ни с кем не знаком. Вот это я. Я не знаю, что здесь произошло. Я даже ни с кем не знаком. Значит, ты сможешь быть объективен. Попробуй рассмотреть голые факты для начала. фотографии. Этого человека закололи ударом в спину. Никаких признаков магии. И, соответственно, никаких причин мне лично уделять свое внимание этому делу. Блин, тянет Яшу за одно место. С чего мне начать расследование? Тебе поможет мастер Витус. Почему я? Думаешь, тебе не по зубам это дело? А почему вы так уверены? Твоя внешность, твои манеры, ты не с этого острова. Значит, ты здесь вне закона. Также это значит, что ты выжил. Меня окружают книжные черви. Мне нужен кто-то, кто умеет выживать. У меня есть более важные дела. Но я хочу знать, было ли это обычное преступление или за этим стоит нечто большее. Возвращайся, когда добудешь ответы. Так, значит, я так понимаю, мы будем играть в детектива. Я теперь Шерлик Хольмс. Я буду импровизировать и все изучать. Там труп. Ну, никто не мог знать, что случится с Хеммлером. Жуткое дело. Ну, ты справишься. А мне надо... А что тебе надо? Где я могу достать посох? Посох? Ну, у нас есть погреб. Ребята. Ну, посох, пассажок, выпивка, погреб. Я просто шучу. Прости, приходится хоть как-то развлекаться. Попробуй спросить Карлсона, кузнеца. Тут еще и кузнец Карлсон. Вообще ништяк. Просто победа. Мне нравится, как они это обыграли. Ну, братан, у меня труп в комнате. Где найти посох? Вот реально, мне нужен посох, пацаны. оружие хочу. А то, что у него там нож в спине, да мне насрать. Главное позу, я же четкий парень. Ладно, теперь будем играть детектива. И вообще я, короче говоря, пришел в комнату, и что я тут вижу? Мертвое тело, его зовут Химмлар, давайте осмотрим его. Кухонный нож, рекрут Химмлар был убит этим ножом. Прекрасно взять все. Что-то еще? Маленький пакет травы. О, у нас было, у нас был маленький пакет травы, пара бочек трав, какие-то кости и коготь. Моя очередь рулить. Так, сундук моряка, что тут? Сквородка и отмычка. Ну, все как полагается, все как надо. Колбаса. Да, тут нормально. Нормально он жил венцо. Но хорошо. и все. А слушайте, а давайте проверим, я сейчас посплю, труп уберут или нет? Заебись у меня, у меня жмурик сосед, и он до сих пор на месте. Кайф. Эй, ты новенький, верно? Я Каспар. Если тебе здесь что-нибудь нужно, обращайся ко мне. Я помогу. За некоторую плату, разумеется. Давай я заплачу тебе 5 золотых и убери труп из моей комнаты. кому-нибудь еще. Боюсь, что не могу тебе помочь. Предложил заплату помочь, я не могу тебе помочь. Давай еще раз. Попробуй в другом месте. Ты можешь унести труп из моей комнаты? Кажется, мы незнакомы. Меня зовут Уильям. Ты доброволец? Да нет, наверное. Да нет. Ну, доброволец или призывник, разницы особой не существует, когда ты на поле боя, так? Я так понял, ты здесь по своей воле? Да, мне есть за что сражаться. У моих родителей была ферма тут, на острове. Пока эти храмы не выскочили из-под земли, теперь у них ничего не осталось. Если бы здесь не было воинов, мои родители погибли бы. А теперь они здесь, в Харбортауне. Я поклялся сражаться с этими тварями. У тебя есть посох для меня? Нет, но наш кузнец снабдит тебя всем необходимым. Ну, хорошо, он там кузнец. Давайте сходим к нему. Чисто по-братски. Карлсон. А вот человек, которому не помешает хорошая... А тебя не помешает пропеллер под наместо. Какое оружие у тебя есть? То, которое ранит, убивает и разрушает. Но все стоит денег. Если нет золота, можем поменяться. Так. А с чего это кузнец занимается посохами? Да тут только на них и спрос. И очень жаль, кстати. Я-то на мечах специализируюсь. Я помню каждый меч, который когда-либо попадал мне в руки. Неважно, ковал, я его чинил или просто заточил разок. Я тебе не Оскар из лагеря Дона, чтобы с украшениями всякими возиться. Хороший крепкий меч вот то, что надо. А он на киллера похож, интересно? Так, можешь мне помочь с заготовками для ковки? Мне нужен посох. Мне нужен посох. Посмотрим, что у меня есть. Вот, смотри, дуб. Хорошее, прочное дерево. Самое то, чтобы кому-нибудь зубы повыбивать. Послужит лучше большинства мечей, если хорошо тренироваться и не нападать ни на тех людей. Так, можешь научить ковать. Можешь меня научить ковать. Если пообещаешь, что не будешь моих клиентов сманивать. Ну ладно, на вас три уши и впитывай. Чему ты можешь научить меня? Вскрывать замки один, сто золота и пять очков обучения. А давайте в замке будем вскрывать. А можешь научить меня вскрывать замки? Годица. Да легко. Первое, что тебе надо знать. В каждом почти замке есть штифт, который нужно сдвинуть вниз, чтобы открыть замок. После этого можешь ковыряться отмычкой, пока замок не откроется. Только осторожнее. Если будешь сильно усердствовать не в том направлении, какая-нибудь хилая отмычка может сломаться. Хорошо. Давай займемся делом. Займемся делом. Что у тебя есть копье. Необходимая сила 10-18. Золото 30 ах. А так что тут лоток щипы и ювелиры и стальная заготовка. Не, вот себя ничего в принципе. Хотя слушай. Давай-ка так. Вассальное кольцо это там для квеста с духами. Потом будем выполнять. Есть что продать? Так. Красное красивое ценное. За 50 золота мидии. Не, давай покажем кухонный нож. Ты узнаешь этот нож? Дай взгляну. Черт, да на нем же кровь. Ты зачем это твои пальчики на нем? Посмотри на него. Да, я его затачивал как-то. Только тогда на нем крови не было естественно. Это один из кухонных ножей Арлока. Ты уверен? Ну конечно я уверен. Отлично. Значит нам надо будет искать Арлока, у которого явно кто-то украл нож, а этот кто-то ты. Потому что тебе я не верю. Ты похож на Маньячелу. Тебя зовут Карлсон. Карлсон с мальчиками тусовался, поэтому я реально тебя подозреваю. Я буду следить за тобой. Следить. Ты будешь спать, я буду стоять рядом. Что у нас тут? Стой там брат. На посту стоишь? Тебе нельзя на кладбище. Пожалуйста вернись к учебе. Почему я не могу пройти на кладбище? Здесь хранятся артефакты из храмов. Инквизитор не хочет чтобы к ним прикасались. Кроме того, некоторые из них опасны. Опасны? Чем это? Артефакты найдены в руинах храма. Кто знает какая древняя магия в них заключена. Ради твоей же безопасности тебе лучше уйти. Хорошо. Так ладно. Я там посох получил. Что? Необходимы силы 10 из 10. Урон 16. У этого 15. Ладно этот лучше. Поэтому будем пока драться посохом. Как я его держу? Плохо я его держу. В общем в любом случае давайте тогда делаем так Арик Рекрут Уильям Возвращайся позже Хорошо Витус Ну Рекрут Ну Хемлера убили Хемлера убили Да новости здесь распространяются быстро Скоро весь монастырь будет знать Ну разумеется все утверждают что ничего не видели и не слышали Это сильно усложняет поиски убийцы Тебя назначили вести расследование Желаю успехов Насчет Хемлера Когда произошло убийство Убийство Во всей видимости Хемлер был убит в то время когда ты появился С тех пор никто не покидал монастырь Поэтому надо полагать что убийца все еще здесь Есть те кто указывает пальцем на тебя Тебе нужно точно удостовериться прежде чем указать пальцем на кого бы то ни было Пусть зацените застрял чувачок Да второй тоже застрянет сквозь прошел Это значит призрак Хемлера явно перед нами стоит Его никто не видит а он стоит и сквозь него проходит Есть предположение с чего мне лучше начать Возможно с того места где обнаружили Хемлера послушник Каспар отвечает за монастырские комнаты А еще он торгует с рекрутами Поэтому он должен быть в курсе многих событий Поговори с ним Скажи что я поручил ему помочь тебе Почему Хемлера убили Визер пропал Хороший вопрос Когда ты узнаешь ответ на вопрос почему его убили тебе будет намного легче выяснить кто его убил Я прибыл чтобы пройти испытание Просветление можно обрести в разных местах Найди доверие и мудрость в битве Это прекрасно но есть одно маленькое но у меня труп в комнате хорошо хочешь сказать мне надо сражаться как этого штырит забавно просто штырит смотрите раз вверх вниз вверх вниз туда сюда туда сюда где мне найти остальных мастеров я скажу тебе когда придет время сначала закончу основную приступ эпилепсия потом ты встретишься с ними ладно а ты ведешь дела с рекрутами и ведешь дела с рекрутами я веду дела со всеми у кого есть золото я не привередлив но никакой травки и оружие потому что я не глуп все остальное на здоровье покажи мне что у тебя есть так посмотрим рассказать шутку свиток хорошая порция смеха заставит многих забыть о безобразных поступках знавал я когда-то пару шуток надо будет вспомнить может тоже рассказать чистый свиток но мне это нафиг не надо покажи что у тебя есть задание инквизитора да выполняю задание инквизитора правда что старик тебе поручил я должен найти убийцу хемлера лучше ты чем я на самом деле мы оба должны мастер витус сказал что ты мне поможешь что скажи что ты шутишь боюсь что нет только этого не хватало ладно давай побыстрее разберемся с этим я не хочу знакомиться с темной стороной инквизиции я не хочу Субтитры создавал DimaTorzok Что ты знаешь о Хемлере? Бывший преступник. Скользкий тип. Бродил тут в округе потихоньку. Никогда не знаешь, о чем он думает. То, что он скользкий тип, еще ни о чем не говорит. Как насчет улик? Тебе удалось обыскать его комнату? Пока нет. Но больше ведь никто не будет этого делать, верно? Осмотри как следует его комнату. Если что-нибудь найдешь, дай мне знать. Посмотрим, сможем ли мы собрать воедино все кусочки головоломки. Покажи мне, что у тебя есть. Так, значит, я вообще в комнате нашел нож. Как минимум. Так, это... Вот это моя комната. О, труп убрали. Нет, погоди, это не моя комната. Вот это моя комната. Труп лежал здесь. Ну, слушайте, я аж травку нашел. Целый пакет. Или... Погоди-ка. Есть идея. Где травка, 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 травка. Вот пакет. Инвентарь. Я получил 5 самокруток. Следовательно, у меня есть трава. Так, под кроватями ничего нет. О, кошелек. И что в кошельке? Давайте почитаем. Где? Кошелек. Внутри что-то есть. Давай вскроем. Просто кошелек. В котором были монетки. Все, серьезно. Так, пила. Включить сундука на ферме рядом с побережьем. Включить сундука из дома дороги. Ладно, пошли разговаривать с уборщиком. Так. Я обыскал комнату и тело Хеммлера. Ты что-нибудь отыскал? Я нашел немного еды. Я нашел немного еды. А разве Хеммлера отравили? Нет. Так что я думаю, что эта находка не имеет значения. Можешь оставить ее себе. Я нашел немного золота. Хеммлер всегда производил впечатление богатого человека. Возможно, он... Там было 25 золотых. Или кто-то взял все золото. И оставил немного, чтобы сбить нас со следа. Возможно. Можешь оставить себе то, что ты нашел. Пусть это будет наградой за твою работу. Я нашел немного брюгла. Ничего удивительного. Он продавал эту дрянь. А ты не подумал, что мне стоило немедленно сказать об этом? Ты знаешь, где лежат запасы его товара? Он явно не сам его вырастил. Думаю, он добывал его где-то снаружи. Не знаю как. Хеммлеру не разрешалось покидать монастырь. Значит, у него должен был быть сообщник за стенами. Или кто-то, кто имеет право выходить из монастыря. В комнате Хеммлера я нашел нож. Не так-то много здесь холодного оружия. Смотри. На нем засохшие пятна крови. Эй, неужели ты только что дал мне штуку, которая его умерла? Похоже, это орудие убийства. Но зачем оставлять его здесь? Видел ли ты этот нож раньше? Это похоже на один из кухонных ножей Арлока. Может быть, этим ножом просто резали мясо к ужину? Или я слишком наилен? Так. Ладно, что тут у нас варианты. Ты представляешь себе, кто бы мог... Да, представляешь себе, кто мог быть поставщиком Хеммлера? Не смотри так на меня. Да, я тоже курил, но это все. Куча народу курит. Ведь здесь часто бывает скучно. Власти знают об этом, но закрывают на это глаза. Но кто бы ни был поставщиком Хеммлера, это должен быть кто-то, кто имеет право выходить из монастыря. И о чем это нам говорит? Тебе нужно поговорить с мастером Паласом. Он отвечает за ворота. Так. Ну все. Круг подозреваемых. Новый квест открыт. Так, делаем следующее. Я, по-моему, куда-то не туда иду. Так, там свиньи. О, поговорим с Арлаком. Держи свои руки так, чтобы их было видно. Ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Я тут недавно. Тоже при Ордене, как и ты. Только познакомились, а ты уже мой лучший друг, а? Если ты новенький, получаешь рагу. Такой порядок. Вот. Узнаешь этот нож? В жизни его не видел. Посмотри внимательнее. Это не мой. Никогда его не видел. Все, отвали. Вот так. Киллер. Карлсон узнал этот нож. Да? А мне-то что с того? Он говорит, что этот нож из твоих. Ну а что ты тогда меня спрашиваешь? Именно этим ножом был убит Хеммлер. Так что ты теперь подозреваемый. А может кто-то его у меня украл? Так, кто-то взял и подставил меня. Как тебе такой поворот, умник? Ну, прозвучало реально как будто он киллер. Что? Расскажи кому-нибудь другому. Что? Озвучка ад. Ну, ничего не попишешь. Надо радоваться тем, что есть. Хорошо. Тебе нужно потренироваться. Ну так я хотел потренироваться. Ты ж меня не обучаешь. Сволочинушка. Ладно, давай, что у нас здесь? Эй, смотри, еще один рекрут, верно? А я такер. Тоже рекрут инквизиции. Прям шутник. Люди, которые лишили меня свободы, теперь хотят, чтобы я сражался за них. Ты не думаешь, что нам стоит сражаться? Против кого? За что? Если они пихают нас на службу, значит, дело пахнет жареным. Так ведь особого выбора у нас нет. Нет. Все, что мы можем сделать, это подготовиться. Один лишний час тренировки может оказаться решающим на весах жизни и смерти. Может быть, позже. Ладно. Ладно, позже, так позже. Я не кузнец. Автосохранение. Допустим. С кем бы поговорить? Кто тут у нас есть? Есть ли тут кто-то? Печь. Ну, давай. Пожарим быстренько. Пустую сквородку жарим. Выглядит неплохо. Эй, чем ты занимаешься? Еду жарил. Тебя что, это смущает? Мы вроде в одном монастыре. Так. Рекрут, рекрут. О, Кату. Да, я смотрел БДС. Знаю. У меня уже есть посох. Посох у тебя есть. А знаешь ли ты, что с ним надо делать? Моя дубина. Голова. Бить. Нет, мастер Арик. Нет, мастер Арик. Я здесь для того, чтобы научить этому. Верно. Для начала. Тебя научат самым простым движением некоторые мои бойцы. Такер, Уильям и Ката. Когда они решат, что ты умеешь достаточно, возвращайся ко мне. И я буду наблюдать за тобой. У тебя очень демоническая прическа. Можешь мне показать это еще раз? Можешь мне показать это еще раз? Я терпеливый человек, парень. Мне приходится быть таким. Но всему есть пределы. И ты рискуешь их перейти. Чем? У тебя прическа астская. Ладно. Да, мастер Арик. Да, мастер Арик. Тогда марш отсюда. И не возвращайся, пока не научишься с новым. Хорошо. Давай так. Ты Кату. Мастер Арик прислал меня, чтобы ты меня учил. Серьезно? Да. Поэтому я здесь. Иди-ка для начала к Такеру и Уильяму. Если ты с ними не справишься, то со мной даже и не пытайся. Иди. Потренируйся с ними. Хорошо. Как скажешь, Уильям. Предполагается, что ты будешь обучать меня. Ты справишься, если тебе хватит стойкости. Ты можешь пройти силовую подготовку с Такером. И я покажу тебе, как сражаться с посохом. Я не мастер, но знаю достаточно, чтобы обучить тебя основам. Когда Такер сочтет, что ты достаточно силен, приходи ко мне обучаться приемам. А потом... Потом ты встретишься с Като. Будь осторожен с Като. Он здесь самый вредный. Ну, да. Оно видно. Като лучший боец. Ну, давай. Като лучший боец? Лучший боец мастер Арик. Като скорее дурак. Не расслабляйся с ним особо. Мне нужно улучшить технику боя. Нет проблем, друг мой. Лавкость плюс пять. Ну, давай. Научи меня бою с посохом. Тебе следовало бы знать, как атаковать и отражать удар. Иначе какой смысл таскать с собой посох? Парирование — это одно. Но ты также можешь отбросить ударом оружие противника в сторону и немедленно ударить его. Это называется контратака. Чтобы овладеть этим искусством, внимательно следи за противником. Если ударишь в нужный момент, противник оступится, и ты снова можешь ударить. Гениально! Прям обучил. Так, ловкость, ловкость. Все, назад завершить. Хорошо. Так, ну я так понимаю, нас тренирует быть Донателло. Так. Что ж, потренируем силу. Хорошо. Чем ты сильнее, тем сильнее удары, которые ты наносишь. Если бить сильно, то бой закончится быстро. У нас у обоих будет больше шансов выжить. В длинных боях нет ничего хорошего. Ты лишь увеличиваешь свои шансы на проигрыш. Когда ты силен, ты легко можешь прикончить того, с кем сражаешься. Так, есть ли какие-нибудь правила на арене? Есть ли какие-нибудь правила на арене? Самые простые. Бой начинается, как только ты ступаешь на арену. Бой длится до тех пор, пока кто-нибудь не оказывается лежащим на полу. Лежащего бить нельзя. Или сражение заканчивается, если кто-нибудь сдается. Хорошо. Да, проведем учебный. Давай проведем учебный бой. Да, я бы не отказался. А если ты проиграешь, мы можем сразиться снова. Мы все на одной стороне. Чем мы сильнее, тем лучше для всех нас. Давай. Тогда сразись со мной. Отлично. Обучение использования посоха. Хорошо. Да, с посохом не очень приятно драться. Ну ладно. И отнимаю ему тоже очень мало. Так мы победим Шреддера. Хотя он меня тоже не так сильно отнимает, поэтому... Терпимо. Смотри, как Дарк Соулс бомбил. Но они уворачиваются тоже, как редкостные зинки. Так. Красота. Такера мы победили. Отбирать у него ничего не буду, но сохраниться надо. Да. Неплохо. Ты в хорошей армии. Я научил тебя всему, что знал. Теперь тебе нужно сразиться с Уильямом. Он поможет тебе улучшить твою технику. Так, я хочу стать сильнее. Как мне улучшить свою технику? Как мне улучшить? Я не специалист. Для меня важнее мускулы. Хачер. Тут важна не только сила. Как будто рекрутов учат чему-то еще. Ладно, я покажу тебе то, что знаю. И ты можешь спросить Уильяма. Он умеет даже больше моего. Хорошо. Пока что в любом случае прокачиваться, по-моему, нечем. Надо уровень поднять. Вызовем Уильяма. Я повысил свою силу. Думаю, настало время потренироваться. Что ж, похоже, ты прошел у Такера силовую подготовку. Так что, пожалуй, я готов. Начнем бой. Начинаем бой. Это следующий шаг. Ну все, сейчас победим Уильяма. И останется завалить Кату. Пора покончить с этим. А ничего, что я ему реально в голову бью. А нифига. Так, мне пробил неплохо. Так, прямо по ребрам ему. Попал. Хорошо. О, тут че-то кровище. Только сейчас обратил внимание, прикинь. Так. Сейчас победим. Все ж таки, я же готовлюсь сражаться со Шреддером. Против Кренга. Ну и кто там еще был? Помню Рокстаде. И Бибук, наверное. Но я могу ошибаться. Это привет из 90-х. Так, раз, два, три. По лицу. Раз, два, три. А, не-не-не-не-не, слушай. По ли... Давай по лицу. Есть победа. Все, прописали. Ладно, не буду воровать, а то хрен его знает, чем это закончится. Не хотелось бы получить леща. Спасибо за урок. Я сделаю выводы и буду больше тренироваться. Завершить. Вообще, наверное, будет неплохо переспать быстренько. И вызвать, наверное, на бой Като. Так и поступим. Опа. Эль Кровату. Все, отоспали. Хорошо, что нас на молитвеннике не зовут. Так. Катыч. Я закончил тренировки с Такером и Уильямом. Но значит, пора мне самому преподать тебе урок, малыш. Посмотрим, есть ли у тебя задатки воина. К бою. Пришло время драться. Эй. Чего похожего не было. Прекрати немедленно. А это было неожиданно. Так, ладно. Это, наверное, немножко нечестно. Из этого не выйдет ничего хорошего. Но было очень неожиданно. Очень. Меня же обучал мастер сплинтер. Так. Хорошо, хорошо. По красоте. В блок. Ну так, я же... Гений. Продолжай. Продолжай. Так. Ждем. Продолжай. Выжидаем. Давай. Опа. Опа. Есть контакт. Во что это ты тут играешь? Хотя от себя мы, наверное, все же таки ограбим. Офигеть. Дважды надо сражаться. Я готов с тобой на арене. Тогда хватит болтать. За дело. Ну, пошли. Ты будешь драться со мной на арене? Похоже на то. Правда? Так. Ладно, используем хилочку. Поверь мне, никто не хочет враждовать с инквизицией. Потому что огонь инквизиции излечивает любые амбиции. Сохраняемся, потому что иначе может все печально получится. Так, еще раз. Да. Все. Пришло время драться. А до этого ты не дрался. Ты так просто посохом махал, да? Опа. Раз, два, три. Ну вот обидно, что я ему урона наношу очень мало. А тем более, что он блокирует. Нет, 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 нет. Блокируемся. Хорошо. Сейчас было очень даже хорошо. Тихо, тихо, тихо. И сейчас раз, два, три. Поворот. Так, надо отойти от того, а там было бы очень печально ударить послушника. И потом драться с двумя вместо одного. Ой, пропустил. Смотри. Ну все. Катамы по оборолю. Отберу у него посох. Вообще все заберу. Потому что пришлось с ним драться дважды, поэтому... Прикиньте, новый посох появился. Похоже, твои тренировки тебе очень. Похоже на то. Ну как? Я прошел испытания? Кое-чему ты научился. Есть тут еще кто-нибудь, с кем я могу сразиться? Или на этом все? Что? А я смотрю, ты агрессивный ублюдок, а? Иди-ка с Ариком пообщайся. Он с тобой разберется. Это кого ты ублюдком назвал? А что мне теперь? Поцеловать тебя и сказать, что ты отличный боец? Ублюдок ты и есть. Блин, так и хочется сказать. А нахрен тебе не сходить? Ну ладно. Что мы сейчас сделаем? Пошли поговорим с Ариком. Победить Като? Большое дело. Ты просто молодец. Я рад, что ты сделал это. Его надо было поставить на место. Он не самый дружелюбный человек из тех, кого я встречал. Осторожнее. Теперь у него на тебя зуб. Думаешь, он такой? Като из тех, кто всегда хочет мести. Но он не станет с тобой больше связываться. Он оставит это кому-то покрепче. Ставлю на Арика. Что сделает мастер Арика? Самое простое. Тебе, например, могут не позволить закончить основную подготовку. Като дружит с Ариком, поэтому тот сам может бросить его. Тебе вызов. В таком случае я должен его победить. Арик сильный соперник. Внешне он кажется очень любезным. Но на самом деле может постоять за себя. Ну хорошо. Сакер. Я хочу... Завершить. Так. Сейчас хочу водички попить. А вода не хилит? Аня хилит смотрится. Все хорошо. Что ты сделал? Да ничего. Я сражался с ним. Ты же велел тренироваться. Я сказал тренироваться. Я никогда не видел его таким избитым. Но даже если ты одержал несколько побед, это еще не делает тебя хорошим бойцом. Нет? Нет. Теперь пришло время тебя сразиться со мной. Если ты чувствуешь, что тебе нужно еще потренироваться, сейчас самое время. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я с легкостью вытащил у тебя почки через ноздри. Так. Ну давай я пойду еще потренируюсь. Я пойду еще потренируюсь. Думаю, что это будет очень мудро. Да. Причина, по которой я это нажал, это потому что уже запись идет больше часа, и мне надо отдохнуть. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ребята, не забывайте подписываться на мой канал, жать пальцы вверх и, конечно же, на колокольчик, чтобы получать оповещание. Также не забудьте подписаться на мой Twitch-канал, потому что там я провожу трансляции, стримы в реальное время, поэтому все очень интересно. Там проходим Elden Ring, Темные души и куча всяких других игр. А с вами был Фастюша. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok